Первый в Украине памятный знак, присвященный энергетикам, которые примали удел у ликвидации наступства авары на Шарнобыльской АЭС, открыли у Хойниках. Светками подеи стали ветераны и заслуженные работники Галины, Кирауниства Белэнерго и Гомелэнерго, а так само Хойницкого райвы Конкама. Дмитрий Котов с подробязностями. Память о чернобыльской трагедии хранят многочисленные мемориалы, расположенные на территории нашей области. А вот памятный знак энергетикам-ликвидаторам стал первым. Представители этой профессии внесли неоценимый вклад в общую борьбу с радиационной угрозой. Ценой своего здоровья энергетики одними из первых самоотверженно отправились в апреле 86-го на ликвидацию последствий чернобыльской аварии. У меня бригада была 5 человек, из них остался я один. Это считается памятью людей, которые здесь работали, которые не боялись, то есть выполняли свой долг. Я считаю, что это правильно, что мы помним о тех людях, которые работали здесь, которые восстанавливали здесь. Это большое спасибо, что помнят, и что память осталась о людях, которые здесь работали. Первыми на загрязненную территорию в Хоникском районе попали энергетики из Брагина и Речицы. Как вспоминают ликвидаторы, никто не знал о длительности своей командировки. Многие задерживались здесь на неделе. Совершенно не были готовы к этому. Столько облучилось людей, столько этого. Ни дозиметров не было, ничего. Закупили в ФРГ технику, она за реактивностью не могла работать, а наши потом создали. И отлично работала. В ликвидации последствий аварии принимали участие около тысячи энергетиков, которые работали, либо продолжают работать в системе РУП Гомель Энерго. К сожалению, радиация оказала свое влияние. И уже 200 из них нет в живых. Идею открыть памятный знак, который одновременно был бы символом не утихающей боли и грусти, а также символом мужества, вынашивали на протяжении последних лет. И сейчас, в связи с такой страшной датой, 30-летием, мы уже подошли к этому на уровне ГПО Белэнерго, Республиканского комитета. Было принято решение отдать дань памяти тем, которые ушли из жизни, и те, кто остались и сегодня еще живут, и здравствуют, да, Бог им здоровья. И мы должны поддержать, предложить максимум усилий, профсоюз этим занимается, вот кто остался живым, чтобы помочь, вот, чтобы легче было жить, решать вопросы, вот, потому что они совершили подвиг. По-другому я не могу сегодня сказать. Возле памятного знака появилась и новая аллея. Участники торжественного мероприятия высадили деревья в сквере, который теперь можно по праву называть сквером энергетиков. И самое главное, что памятный знак – это первый этап, мы планируем здесь поставить памятник. Для того, чтобы люди видели, что есть энергетики, которые не жалели ни себя, скажем так, ни своего времени, ни здоровья, ни жизни, для того, чтобы здесь все было хорошо. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Хойникский район.